Всем привет! С вами Мотор.ру и мы находимся в такой торжественно-студийной обстановке, практически стерильной. Вот у меня на ногах байхиллы, а все потому, что мы одними из первых в мире знакомимся с совершенно новой Audi A6. Вот она. Вот вы скажете, что да, еще одна Audi, похожая на все остальные, и, конечно, с этим глупо спорить, что мобили из Ингольштата действительно несут свою дизайнерскую ДНК через десятилетия, но, конечно, от других новинок Audi она отличается и от A7, и от A8. Дизайнеры постарались сделать ее более спортивной, чем предыдущее поколение. Вот этот бампер у нас в версии S-Line, такой более, опять же, агрессивный, вы замучаетесь вычищать грязь из этих пазух, но, тем не менее, дизайн есть. А вот эти клыки, они здесь в цвет кузова, но на машинах других оттенков, они будут вот такого же серого цвета, тоже подчеркиваю. Такие спортивные амбиции создателей, но даже без этого переднего бампера шестерка действительно стала агрессивнее, чем предыдущее поколение. Вот посмотрите на задние арки, которые просто раздуты, как будто это RS6. Вот эти вот линии, вот эти вы штамповки, посмотрите, насколько шире машина сзади. Это все сделано для того, чтобы, опять же, подчеркнуть. Да, конечно, А6 – это машина такая бизнес-класса, да, но при этом со спортивными амбициями колеса от 17 до 21 дюйма. Посмотрите, какие огромные. Все вот это действительно делает А6 более такой подтянутой, и на нее действительно приятно смотреть. Хотя, конечно, вы можете сказать, что вот, да, еще одна Audi, они снова немного поменяли дизайн. Сзади, кстати говоря, новый такой язык, опять же, продолжение темы, которые мы видели на А8 и А7, соединенные переборкой задние фонари. Единственное, что здесь нет уже красной такой секции, опять же, как на 8 и на 7 серии. Здесь только серебристая переборка, но, тем не менее, все равно вы опознаете именно Audi новой генерации в этой машине. В том, что касается техники, это, конечно же, почти полная копия А7, которую мы видели в прошлом году. Та же самая платформа MLB Evo, на которой построено все от Audi A4 до Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и всего остального. В общем, все, что есть с продольным расположением двигателя у концерна Volkswagen, сделано на этой платформе. А6 не исключение. Здесь нет, например, хитрой электромеханической подвески с поднимающимися рычагами, как у старшей А8. Здесь четыре варианта подвески предусмотрено, два стальных, соответственно, обычный и спортивный, заниженный на 20 мм. Третий вариант – это с адаптивными амортизаторами. И четвертый – это пневматика. Также за доплату можно заказать поворотную заднюю ось. Колеса будут отклоняться на 5 градусов в одну или в другую сторону. Ну и в остальном, без сюрпризов, это практически тот же самый технический набор, который мы видели на А7. В том, что касается двигателей, на старте продаж их будет 4 разновидности. Самый простой – это двухлитровый дизель мощностью 204 силы. Дальше идет трехлитровый, опять же, дизель на 231-286 лошадиных сил. Ну и самый мощный – это 340-сильный трехлитровый бензиновый мотор. Опять же, все остальное мы видели на А7. Ничего сильно нового здесь нет. И, кстати, А7 нам напоминает А6 и в интерьере. Но прежде чем сесть вперед, давайте посмотрим, что А6 на втором ряду, потому что машина сама стала длиннее предыдущей только на 7 мм. Но, по словам создателей, салон раздался аж на 30 мм в длину, на 12 в ширину, и сзади появилось еще 11 мм над головой. То есть машина действительно по документам должна стать просторнее. И, в общем, по ощущениям я верю этим цифрам, потому что сижу я сейчас сам за собой, 1,80 м во мне роста, и действительно достаточно много места для коленей, достаточно места над головой. В общем, такой простор неплохой. Конечно же, между сиденьем у нас массивный подлокотник с боксом для хранения вещей, пара выезжающих подстаканников, четырехзонный климат-контроль, сенсорный, пара USB-портов. Хотя, конечно, втроем здесь будет тесновато, потому что центральный тоннель массивный, в общем, и подушка сформована только под двоих седоков. Но вот вдвоем здесь действительно, правда, очень хорошо. И давайте посмотрим, что спереди происходит. Ну, а спереди это вообще практически точная копия А7. В первую очередь в том, что касается вот этого элемента, выступающая в салон вот эта горизонтальная перекладина выступает, собственно, сильнее гораздо, чем на А8 и практически как на А7. Единственное, что она чуть-чуть шире здесь. У седьмой машины еще немного она поджата. Но в целом, вот так, если сюда не смотреть, вы не заметите практически никаких отличий шестой машины от седьмой. Ну, и, конечно, отвлекают на себя все ваше внимание все эти сенсорные экраны. Так же, как и А8, так же, как и А7. Эта машина переведена на сенсоры абсолютно целиком. Вот эти все экраны обладают действительно неплохим быстродействием. Хорошая картинка. Единственное, наверное, что сначала будет непривычно, на них все-таки надо жать. Вот прикладывать усилия к пальцу легким движением руки не всегда она отзывается. Зато есть виброотдача, небольшой такой звуковой клик. В общем, вы действительно чувствуете, что смогли что-то нажать. Физических кнопок практически нет. А вот регулировка громкости, старт-стоп, парктроник пищащий, кнопка включения вспомогательных систем. Даже панель выбора режима работы фар уже сделана здесь сенсорной. Вот она слева от руля. Все переводится именно на такую модель работы. Нас лишают физических кнопок. Не могу сказать, что это плохо. Конечно, на этой машине надо еще поездить с ней, поразбираться, но вот в первом приближении не так все и плохо. Конечно, есть проекционный дисплей, конечно, есть другие радости жизни и есть вот эта вот заглушечка. Как и на А8, как и на А7, здесь должна появиться кнопка Audi AI, которая включает автопилот, но пока здесь заглушка. Технически А6 уже готова к тому, чтобы ездить на так называемом третьем уровне автономности. Это частично самостоятельное перемещение, например, по автострадам. Там вы сможете отпустить руль, педали, и машина некоторое время будет ехать сама, даже перестраиваться. И только когда попадет на какую-то другую дорогу, уже скажет вам принять управление на себя. Технически А6 к этому уже готова. Посмотрите, сколько датчиков в передней решетке радиатора, радиодатчики, лазерный радар даже с системой омывания камеры, система ночного видения, огромный блок сенсоров под лобовым стеклом. Все это уже вроде как готово к третьему уровню автономности. Не готовы только законы. Поправки, которые позволят машинам ездить самостоятельно по дорогам, ожидаются в Европе только к концу 2018 года, а возможно даже к 2019. Поэтому автопилотирование нам ждать еще достаточно долго, но саму машину уже не так чтобы, потому что до России А6 доедет к осени этого года уже, ну а поедем мы на ней, надеюсь, еще пораньше. Собственно, до новых с ней встреч. И до новых встреч с вами. С вами был мотор.ру. Пока!